Где-то плачет один Абасов Всем привет, я Азат Шахаев С этого момента я буду выпускать свой блог о воркауте Первый блог я хотел бы посвятить о спорах вокруг статики и динамики Начинаем На современном этапе развития воркаута Сейчас стал вопрос о том, что надо вводить динамику в наше соревнование Это встретило противоречивые мнения Одни за, другие против За оказались как раз таки иностранные атлеты, большинство Ну а против у нас конечно же в России Давайте разберемся с чем связано введение в воркаут динамики Говоря о динамике, я буду подразумевать то, что сейчас нам вводят А не то, что является на самом деле Динамика в воркауте у нас должна быть силовая Если мы говорим о силовом фристайле на чемпионатах страны и мира Динамика в силовом воркауте должна по себе подразумевать Отжимания в горизонте, подтягивания виси, подтягивания в ласточке Потягивания на одной руке и так далее Это и будет динамика силовая То, что нам сейчас предоставляют делать на соревнованиях Это называется техническая динамика Техническая динамика представляет из себя то, что вы сейчас видите Это перевороты 360 на турнике Повороты 540 на брусьях, прыжки с турника на турник, сальто, всякие бланши Вот это сейчас у нас называется динамика в воркауте И когда говорят, что это и есть динамика, где-то плачет один Абасов Так вот, хочется разъяснить, почему сейчас это надо вводить организаторам в воркаут-соревнования Это выгодно и презентабельно для организаторов Потому что незнающий человек, который не знает и не понимает разницы между солнышком и горизонтом Он будет больше впечатлен от солнышка Это точно Потому что у нас сейчас, кто занимается уже несколько лет У нас замыленный взгляд на эти простые вещи Вспомните себя, когда мы начали заниматься Мы все выросли там на солнышках Баратова Потому что это было впечатляюще Даже если кто-то бы сделал горизонт Большинство из нас просто не поняло, что это такое И мы не были бы впечатлены Смотря в 2003 году какие-нибудь соревнования по спортивной гимнастике Я не понимал, в чем сложность, когда человек делает крест на кольцах Или самолет на кольцах Я не знал, что это сложнее солнышка Или перелеты на турнике, которые делают другие гимнасты из других категорий Так вот, сейчас я вам подведу то, что организаторам это выгодно Потому что это впечатляюще выглядит, когда человек делает сальто на турнике И хватается обратно Да, это круто, это динамично, это людям будет простым зрителям Потому что организаторам для воркаута необходимо, чтобы зрителям заинтересовались этим видом уличного спорта Ну вот, в принципе, это сейчас и объясняется, почему так динамика сильно продвигается Если судить по сложности динамика или статика То я с уверенностью могу сказать, что динамика намного легче Ну, подразумевая динамику, я еще раз повторюсь, что это то, что сейчас показывают Всякие прыжки, сальты, перескоки Вот это намного легче, чем статические элементы В изучении даже простейшего переднего виса в воркауте Уходит очень много времени у людей Кто-то, конечно, может его сделать за месяц кривенько Ну, а кто-то это делает год Про горизонт уже даже речи не может идти Его выполняют очень немногие атлеты качественно Если сравнить, например, даже простейший передний вис И всякие перескоки с турника на турник Так вот, передний вис изучается, грубо говоря, два месяца А вот этот перескок может изучиться за один день За максимум два И это зависит от того, насколько у вас технически оборудован зал Или площадка Если у вас имеется зал специализированный Который оборудован матами То вы можете изучить все технические элементы Которые выполняют у нас в воркауте Ну, не технические, а динамические элементы Которые у нас исполняются в воркауте За очень короткий промежуток времени Потому что у вас будет шанс делать очень много попыток Падений и так далее А если вы будете делать это с минимальной технической возможности То есть у вас будет только один турник и голая земля То попыток у вас будет намного меньше Потому что вы можете сильно травмироваться И больше вы не будете делать этот элемент Из этого следует, что статика сложнее И она должна оцениваться намного больше По баллам в воркауте на чемпионатах Нежели динамика Динамика должна быть минимальная Но это я говорю с точки зрения воркаут-атлетов А не с точки зрения организаторов Так как организаторам все-таки, я как уже повторюсь, говорил Выгодно, чтобы была динамика Это эффектно Если я вас не переубедил Про то, что динамика легче Так вот То, что делают у нас воркаут-атлеты Всякие прыжки и перелеты на турниках Это все детские забавы По сравнению с тем, что делают паркур Или фреран Или простые акробаты Уличные Они делают намного сложнее элементы Нежели то, что делают здесь в воркауте И мы еще удивляемся Я не видел еще ни одного элемента Из воркаут-динамики Которую делают иностранные атлеты И большинство думают, что это очень круто И это новое Это не новое Ни одного нового элемента я не видел Это все делают уже давно Паркур-атлет И намного сложнее делают элементы Воркаут-атлеты, которые занимаются динамикой Делают простую акробатику Сальто на турнике никогда не было воркаутом Наверное, это видео должно подходить к концу Можете подписаться на этот канал Я буду заливать еще сюда остальные видео Следите за новостями Всем пока Всем пока Всем пока Устой, не строй Порядок это отстой Круши, ломай, тряси башкою пуской Запей, распей, новую открывай Давай, давай